Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас в великое область вовне служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащие нам поприще на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучало Ивангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам. Мы несем туда весь. Я вдохновляю вас. Присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Молитвенной, финансовой. В том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог власовит вас. Присоединяйтесь. Возлюбленное, сегодня у нас хлебопреломление. Мы рассуждаем над чашей, над хлебом. Мы думаем, таким образом приближаемся к Господу и рассуждаем о жертве Иисуса Христа. Мы с вами вместе рассуждаем над тем, как приблизиться нам к Господу, как осветить себя, как приготовить для вечности. Давид в 26-м псалме говорит, раскрывает вообще всю идею христианства. В чем заключается идея христианства? В 26-м псалме, в 4-м стихе, он говорит, «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцая красоту Господню и посещать храм Его». Идея христианства – видеть Бога. Видеть Бога в каждом дне своей жизни. Видеть Бога во всех обстоятельствах. Когда мы смотрим на отцов веры, как Бог говорил к ним, мы обнаруживаем, что Бог приходил к ним и начинал иметь отношения с ними тогда, когда были кризисы. Когда были сильные переживания. Когда были сильные волнения. Когда люди не знали, что делать. Представляете, Фара собирает свою семью, берет свой сын Авраама. И не идут в Ханан. Но что-то случается по дороге. Сын, который любит своего отца. Сын, который доверяет своему отцу. Он в путешествии. Он идет по дороге. Но в это время происходит сложная ситуация. Отец оставляет его. Отец умирает. И Авраам не знает, что делать. И мы читаем Бытие 12 главу. Бог начинает говорить в это время с Авраамом. Моисей, который, знаете, проходит через очень непростой момент жизни. Он убегает от людей. Он убегает от тех обстоятельств, в которых он был. Сложных жизненных обстоятельств. И в это время куст начинает гореть. И Бог начинает говорить с ним. Иоанн, который открывает нам весь замысел книги Апокалипсиса. Книгу Откровения. Он переживает за церковь. Он лидер церкви в то время. И он настолько сильно переживает. Он думает за римлян. Он думает за эти вызовы. Он сам находится в вузах. Он проходит через сильнейшее страдание своей жизни. Он переживает в это время. И в это время Бог приходит к нему. И в это время Бог ему дает откровение о себе. Книга Откровения так и есть. Откровение Господа Иисуса Христа о Иисусе Христе. О Господе. Но Иоанн, он переживает. И он просто переживает за церковь. Справится ли церковь? Пройдет ли она через этот вызов? Справится ли она с гонениями? Будет ли все хорошо? И в это время Бог начинает говорить с Иоанном. В это время Бог начинает показывать ему что-то. Ему свое откровение. Какое откровение видеть Бога в своей жизни? Когда мы сегодня проходим с вами через невероятнейшее испытание своей жизни. Когда, знаете, обстоятельства жизни сложились таким образом, что все не так, как мы планировали. Сколько планов пришлось изменить? Сколько нарушено всего того, что мы думали, что должно быть? Пришла тревога, пришло переживание. Пришло волнение внутри тебя. Кто-то пытается успокоить тебя что-то, некий замысел, некий, знаете, такой план и чьи-то. Кто-то пытается колонизировать людей, сделать их послушными рабами, еще что-то. Кто-то смеется над этим, кто-то еще что-то. О чем мы сегодня, любящие Господа, рассуждаем? Переживаем ли мы величие и могущество Бога в своей жизни? Видим ли мы Бога в каждом дне своей жизни? Представьте, в книге Откровения, в 4 главе описываются эти события. «После этого я взглянул, и вот дверь открыта на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после этого». «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Видишь ли ты, Господа, сидящего на троне в своей жизни, в этих сложных жизненных обстоятельствах? Нуждаешься ли ты сегодня в Откровении от Господа? Нуждаешься ли ты в Его видении, чтобы Он начал говорить с тобой, чтобы Он начал тебе показывать, что будет на этой земле? Каждый из нас строит свои планы. Каждый из нас переживает за какие-то свои переживания, какие-то свои обстоятельства. Но я уверен, что именно в этих обстоятельствах жизни, в которых мы сегодня находимся, очень важно увидеть Бога. Я еще раз вернусь к идее христианства. Идея христианства – видеть Бога в своей жизни. Это то, что отличает нас от всех религий, от всех взглядов, философий. Видеть Бога в своей жизни. Как только мы опускаем взгляд на происходящее, как только мы опускаем взгляд на то, что происходит, может быть, вокруг нас приходит тревога, приходит страх. Самое интересное, знаете, когда мы читаем четвертую книгу Откровения, Иоанна Богослова, там происходит интересный момент. Он не говорит уже о римлянах, он не говорит о каких-то, знаете, переживаниях церкви. Он говорит о Христе. Он говорит о Христе. Он начинает видеть Бога в своей жизни. И он забывает обо всем. Сколько из нас нужно сегодня взять наш взор и посмотреть на Голгофу? Посмотреть на Иисуса Христа, который умер и воскрес наше оправдание. Который взял наши грехи. Не смотреть на наше прошлое, смотреть на наши переживания. Смотреть, ой, Боже мой, я и там согрешил, и я и такой. Как люди порой пишут в своих вопросах. Я недостаточно свят, я недостаточно то делаю, я недостаточно это. Послушайте, давайте в этот день обратим наши взоры к Иисусу Христу. Потому что в нем есть ответы на все вопросы нашей жизни. В нем есть ответы на все переживания. В нем есть ответы на все, что происходит в нашей жизни. Мне понравилось высказывание Биллигрэма, который сказал, я прочитал Библию. Последнюю главу Библии. Все будет хорошо. Действительно, когда ты оборачиваешь свой взор на Иисуса Христа. Когда ты получаешь откровение о том, что у него есть Господь и Спаситель. Тогда уходит всякое волнение, уходит всякое переживание. Потому что неважно, какие детали будут на этой земле происходить. Неважно, что будет случаться на этой земле. Важно, что Бог явился мне. И Он проговорил ко мне. И Он стал моим спасителем, Он стал моим искупителем. Он записал мое имя в Кневу жизни. Он простил все мои грехи. И я получил откровение о Нем. Как Иоанн получает откровение о Господе. И Он передает нам. Он передает весь замысел сотворения мира. Весь замысел Альфы и Омеги. Весь замысел того, что будет происходить. И чем это все будет заканчиваться. И когда ты начинаешь получать откровение о Господе, тогда приходит Святой Божий мир. Тогда приходит Святая Божья благодать. И может быть кто-то из нас сегодня в этом кризисе. Кто-то сегодня в этих переживаниях. Кто-то сегодня может быть в этих волнениях. Может быть кто-то сегодня проходит через утрату близкого человека. На которого ты полагался. На которого ты надеялся. Может быть сегодня как раз тот день, когда тебе нужно обратить свой взор к Иисусу Христу. Авраам в сложный период своей жизни получил величайшее откровение. И поверил в Богу. И это вменилось ему в праведность. Может быть ты сегодня в непростой ситуации жизненной. Может быть ты сегодня в волнениях и переживаниях. Может быть ты сегодня со слезами просыпаешься или ложишься спать. Очень важно. Перевести свой взор не на то, что ты смотришь каждый день. Кто-то смотрит свое прошлое, и вы осуждаете себя. И вы сожалеете о том, что было в вашем прошлом. Некоторые из вас вы живете этим. И вы мучаетесь, и вы страдаете от этого. Кто-то из вас смотрит на свое настоящее. И оно пугающее, оно тревожное. А все, что нам нужно сделать. Посмотреть на грядущего во славе. Который придет за свою возлюбленную церковью. Который будет забирать нас. Который приготовляет нас для вечности. Чтобы мы разделили с ним вечность. Восьмой стих. Давайте мы четвертую голову еще раз вернемся. С восьмого стиха. И каждая из четырех животных имела по шести крыльев вокруг. А внутри они исполнены глазами. И ни днем, ни ночью не имеют покоя. Взывая свят, свят Господь, Бог Содержитель. Который был, есть и идет. И когда животные воздают славу, честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков. Тогда двадцать четыре старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков. И полагают венцы свои пред престолом, говоря. Достоин ты, Господи, принять славу, честь и силу. Ибо ты сотворил все. И все по твоей воле существует и сотворено. Вы знаете, мы так часто заботимся о том, кто мы есть. Мы так часто заботимся о своем имидже. Мы очень хотим, чтобы люди о нас хорошо думали. Но когда ты читаешь книгу Откровения, Богословы говорят, что двадцать четыре старца представляют определенные эпохи в истории человечества. Написано, что они сидели, эти старцы. Но когда начали взывать и когда начали прославлять Бога, все они встают и преклоняются. И что они говорят? Достоин ты, Господи, принять славу, честь и силу. Ибо ты сотворил все. И все по твоей воле существует и сотворено. Можем ли мы довериться нашему Господу так сильно, как те старцы, которые... Мы не знаем даже их имен. Мы не знаем их заслуг. Мы не знаем, чего они такого великого сделали. Но они берут эти венцы славы, которые есть у них. И они полагают к тому, кто достоин. Можем ли мы взять все наши достижения? Можем ли мы взять все наши успехи? Можем ли мы взять все, что у нас есть, самое ценное, дорогое, и положить пред Ним? И сказать, ты достоин. Потому что ничего не бывает без твоей воли. Потому что ты сотворил все. Потому что ты есть Бог. Ты контролируешь каждую ситуацию в моей жизни. Мне нравится, знаете, вот книга «Откровение» в том, что Иоанн действительно переживает величайшее откровение всей своей жизни. Получает откровение о Господе Иисусе Христе. Хотя он был с Иисусом. Хотя он служил вместе с Ним. Хотя он участвовал в многих. Он называл себя любимым учеником. Он говорил, я тот, который Иисус меня любил. Но в конце своей жизни он переживает величайший подъем веры. Величайший подъем оптимизма. Величайший подъем благости Божьей. Где он получает откровение, что мы вообще ничто. Потому что он все. Не от нас все зависит, а все в его руках. Он Бог, который все держит под контролем. Он Бог, который придет в славе. Он достоин. И он получает это откровение величайшей Божьей славы в своей жизни. Можем ли мы вот в этих сложных жизненных обстоятельствах получить это откровение о Господе, что он все. Он великий. Он могущественный. Без его воли ничего не может быть. Он достоин. И мы преклоняемся пред ним, чтобы чтить его. Чтобы славить его. Чтобы следовать за ним. Чтобы верить ему. Чтобы довериться ему абсолютно полностью. Чтобы получить это откровение о его величии, его содержавии, его святости, его праведности, его могуществе и увидеть славу Бога в нашей жизни. Я уверен, что как мы молимся в молитве о Чинаше, что да будет не так, как мы хотим на земле, а так, как ты хочешь на небе, чтобы так было на земле. Чтобы это начало быть реальным в нашей жизни. Чтобы это стало тем откровением о величии и могуществе Бога. Потому что Иоанн, переживая это откровение, он видит, насколько он свят, насколько он достоин, насколько и всякое волнение. Он уже не переживает за церковь. Он уже не переживает за римлян, которые гнали церковь. Он уже не переживает за те обстоятельства, в которых он находится. Он переживает Бога в своей жизни. Он получает вот это откровение, Карам Дио, видеть Бога в каждом дне своей жизни. Скольким из нас нужно увидеть Бога в своей жизни? Скольким из нас нужно начать нуждаться в том, чтобы увидеть Его величество и могущество. Скольким из нас нужно довериться Ему и сказать, Бог, Ты приходишь в нашу жизнь, чтобы вести нас, направлять нас. А мы такие наивные, мы порой хотим помочь Богу. Мы хотим как-то подрегулировать, мы хотим как-то, знаете, как-то устроить, мы хотим как-то наладить все, что нам нужно сделать. Довериться, поверить, следовать, приготовлять и переживать Бога в каждом дне своей жизни. Скольким из нас нужно поправить свои светильники, чтобы не смотреть в свое прошлое. Потому что часто мы с ним говорим, делаем то, чего они должны делать. Но когда мы видим Господа в своей жизни, тогда приходит освящение, тогда приходит Его праведность, Его святость. И мы начинаем жить достойно нашего Господа. В первом послании Коринфянам в 11-й лове записаны такие слова. 23-го стиха. Апостол Павел пишет, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую перед вам был, взял хлеб, возблагерил, преломил и сказал, «Примите, едите, сей из тела мое за вас ломимое, сей отверите мое воспоминание». Так же я чашу посвечирил, и сказал, «Сей от чаши и снова вызовет мое крови, сей отверите, когда только будете пить мое воспоминание». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу, сей с мир Господнем возвращаете, доколе он придет». «Поэтому кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виной он будет против тела и крови Господня. Господь движет себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. «Ибо кто есть и пьет недостойно, тот если пьет осуждение себе, не рассуждает теле Господнем. Да многие из вас немощные и больные и немало умирают. Если бы мы судили сами себя, оказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Я иногда, когда остаюсь один, где-то еду в машине, я рассуждаю, вот кто бы за меня умер? За мои грехи, за то, что я делал в жизни. Вот кто я, такой выдающийся человек, что вот за меня бы кто-то умер? Наверное, никто, кроме, может быть, моих родных, которые любят меня. И то бы я не хотел бы, чтобы это произошло. А Иисус Христос умирал на Голгофе за меня. Для того, чтобы дать мне жизнь вечную. Когда я рассуждаю об этом, я понимаю Его величие. Я понимаю Его всемогущество. Я понимаю Его святость. Я понимаю Его праведность. Я понимаю, что Он Бог, Который знал, что Он делал ради тех, которые не были достойны Его. Но Он платил Сами. Он исполнил Писание. Он искупил нас от грехов наших. Он записал наше имя в Его жизнь. Он дал нам будущность и надежду. И вот нам иногда нужно во время причастия прийти на Голгоф и посмотреть, что Он сделал. Он сделал это добровольно. Он сделал это сознательно. Он оставил престол славы. Он пришел на эту землю. И Он искупил меня. Разве он не достоин? Разве он не достоин? Я понимаю этих старцев, которые падали пред престолом сидящего. или достоин, достоин, достоин принять всю славу, честь. И там уже не было каких-то своих достижений. Там была Его слава. Насколько важно нам преклониться пред Ним у Голгофского креста. Сложить все свои достижения, сложить все свои заслуги, сложить все, чего мы достигли в этой жизни. Потому что то, что Он взял несравненно намного больше. Он искупил нас от проклятия и дал нам будущность и надежду. Я хотел бы, чтобы мы прямо сейчас помолились. Я хотел бы, чтобы прямо сейчас, когда мы будем молиться за хлеб и чашу, когда мы будем благословлять, чтобы мы взвесили себя и пришли к Иисусу и отдали Ему все, что тревожит нас с нашей волнения, переживания и еще раз и еще раз провозросили Его, Богом всей нашей жизни, чтобы мы увидели Господа в своей жизни. Идея христианства – видеть Бога в своей жизни. – видеть Бога. Давайте мы там, где мы есть, встанем, схоним наши сердца пред Господом и помолимся. Отец сместный, мы преклоним пред лицо Твое. Вот это особенный воскресный день. Мы преклоняемся пред Тобой, мы просим Тебя, очисти нас. мы приходим в Твое святое присутствие и мы благодарим Тебя за то, что Ты умер, воскрес наше оправдание. Ты тот, кто явил себя в силе и славе. Я молюсь, Господь, чтобы Ты явил себя в каждом дне нашей жизни, чтобы наш взор никогда не опускался на нужные проблемы, в которых мы находимся, но чтобы смыслом нашей жизни, Господь, были не достижения, к которым мы стремимся, а было, Господь, слава, которую мы принесем Тебе, чтобы мы собрали больше сокровищ на небесах, чтобы мы достигли больше людей Твоим словом, чтобы мы больше, Господь, послужили тем, кто нуждается, чтобы мы имели больше возможностей жертвовать для славы Твоей, чтобы мы, Господь, переживали Тебя в каждом дне жизни. Я молюсь, Господь, чтобы Ты осветил нас своей праведностью и святостью, потому что Ты достоин. Боже, я молюсь, Господь, чтобы Ты очистил нас от всякой сквер, когда мы мыслим, говорим или думаем то, чего не должны делать. Боже, очисти нас и освети нас. И в этот особенный день, Господь, я молюсь, Господь, за чашу, Господь, и я молюсь, Господь, за хлеб, Боже, а мы благословляем, Господь, хлеб, Господь, чтобы каждый, кто будет сегодня вкушать от хлеба Твоего, пережил Твою особую благодать, я молюсь за каждого, кто сегодня перед святыней, Господь, в смирении свое сердце Господь взывает к Тебе. Я молюсь, Господь, за чашу благословения, которую мы будем пить, чтобы каждый, кто будет прикасаться к Твоей чаше, был благословен могуществом Твоей славы. Господи, дай нам видеть Тебя в каждом дне Твоей жизни, в каждом дне нашей жизни, в каждом дне, который Ты наполняешь Своей славой. Дай нам видеть Тебя, дай нам получить Это откровение, которое получил Иоанн, которое получил Авраам, которое получили патриархи веры, Господь. Я молюсь, Господь, чтобы откровение Тебе, Господь, принесло мир, покой, радость и утешение во все дни жизни нашей. Тебе слава во веки веков. Аминь. И прямо сейчас, возлюбленные, там, где мы есть, давайте мы вместе совершим причастие. Мы возьмем хлеб, который, по прессу, который мы приготовили, и вкусим. И чашу, которую мы приготовили, выпьем. Пусть Бог благословит вас. В ту ночь, когда Он предан был, В ту ночь перед распятием, В ту ночь Он Пасху совершил, С учениками говорил. Это есть тело мое, За вас сломимое, Сие творите в мое воспоминание. И эта чаша есть кровь, Завета нового, Та драгоценная кровь, За многих пролитая. Господь Иисус в ту ночь стоял, Держа в руках пасхальный хлеб, Благословляя, преломлял, И подавая им сказал, Это есть тело мое, За вас сломимое, Сие творите в мое воспоминание. И эта чаша есть кровь, Завета нового, Та драгоценная кровь, За многих пролитая. И всякий раз, Когда едим, Мы хлеб и чашу эту пьем, Мы возвещаем смерть Твою, Доколе Ты придешь. Это есть тело Твое, За нас сломимое, Мы совершаем Твое Воспоминание. И эта чаша есть кровь, Завета нового, Та драгоценная кровь, За многих пролитая. Это есть тело Твое, Это есть тело Твое, За нас сломимое, Мы совершаем Твое Воспоминание. И эта чаша есть кровь, Завета нового, Та драгоценная кровь, За многих пролитая. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,